Всё, только у Димы Перекупа такой автомобильчик. Это уже можно за двадцатку выставлять и номер в подарок, кстати. Итак, здравствуйте, девочки и мальчики, с вами снова Дмитрий, это игрушка Car for Sale, а я сегодня буду выступать в качестве рожи Перекупской. Почему? Потому что я буду покупать и перепродавать автомобили. У меня на кармане 7500 рублей чисто на движуху, надо ещё у пацанов занять пятихаточку. Короче, мой офис сегодня закрыт и он загрязнён. Он такой же грязный, как и я, поэтому нам нужно сегодня собрать вот этот грязный мусор. Я уже, у меня уже предвкушение, я готов делать объявление, не бит, не крашен на мойке от пидарашен. Грязь убрана, добро пожаловать в мой офис. На этом диване мы будем проводить кастинги молодых продавщиц, которые будут продавать вот здесь вот, сидя за моим компуктером. Так, сегодня у нас что, у нас есть веб-страничка, давайте зайдём. Юпуп, можно чекнуть это? Мне надо было Димку проверить. Нельзя, у вас нету машин. Декорации, вывеска, давайте поменяем. Как же нам назвать нашу суперкорпорацию? Сейчас я её назову Дима. Перекуп. Ещё цвет какой-нибудь сочный выберем, стой. Розовенький, чтобы ночью светилось. О! Вы просто посмотрите, это моя гордость. Поезжайте в район по соседству и прикупите автомобильчик. Ни хрена себе. Опа, погодите, это чё, BMW? Мне вообще без разницы, продаёте вы эту машину или нет. Я уже начинаю её осматривать. Так, ну я смотрю, сзади в жопу битая. Угу, угу. Фары, скорее всего, меняные. Ну-ка, бензобак где? Бензобак заварен. Отсутствует. Не стыдно, да, такое продавать? Я не продаю. Да мне пофиг, чё ты не продаёшь. Я уже пришёл покупать. Надо ещё под капот заглянуть, чё там у него. Знаете, это мне напоминает историю, когда я свою машину в реальной жизни продавал. Чел просто пришёл, попросил капот открыть, открутил крышечку на двигателе, куда масло заливается. Такой понюхал и говорит, чё-то горелым пахнет. У меня чуть жопа не сгорела. Я ему хотел сказать, это двигатель внутреннего сгорания. Конечно, там горелым пахнет внутри. Она горит. Давай-ка не будем спорить, почём тут. Чё это тут свои? Я согласен купить её. Восемь с половиной? Так, у меня нет таких средств. Блин, мне нужна BMW. Не, это чё за типы здесь? Это чё за соседи какие-то? Ауди, во-во-во. По-моему, наш вариантик подъехал. Хонда Цивик это, да, если я не ошибаюсь? Битая просто во все стороны. Перевёртыш ещё и на крыше лежала. По-моему, вам эта машина уже не нужна. Мне кажется, эта женщина задолжала мафии и её закатали в асфальт. Что это такое? Хондра Ви Цив? Чё? Это Хонда Цивик. Пробег 126 тысяч. Не может быть. Ещё нолик туда подрисуй. Сколько? 2300. Покупаю. Автомобиль очень хорошо, он подходит. Удачи. Всё, давай, до свидания. Сесть в машину. Так. Сейчас проверяем. Завелась. Всё, что надо. Даже чек не вылез. Слушайте, она даже ещё и едет. У её молодой дрифт. О, вау, вау. В игре ещё и дрифт строен. Так-то это вообще-то в тег. Хондаводам привет. Это знаете, как вот эти вот мемчики, типа, где тип такой говорит этой женщине. Да чё ты беспокоишься? Это как бы в попу не больно. Она такая, откуда ты знаешь? Он такой улыбается. И у него кепочка Хонда надета. У меня тоже Хонда, кстати. Куда мы едем? Чё это за надпись? Отца. Какого отца? А, это авторепейр. Это в обратную сторону было написано. Всё нормально. Время зарабатывать. Припаркую машину у входа. Сейчас я её паркану. СК? Ой, её машина была повреждён. Так, запарковываемся жопой, чтобы показать товар лицом. Продаем наш автомобиль. Веб-страница на продажу. Вот она, наша хондра. Нифига. У неё пробег был только что 126 тысяч. Я чё, 14 тысяч километров проехал на ней сейчас? Вы можете добавить фотографию. Почему мою фотографию Манвера перевернули? Заголовок объявления. Так. Хэ, сейчас по стандарту напишем. Не бита. Не крашена. На мойке. Отпида... Отпидарашена. Хонда. Во. За 12 выставить на продажу. Улетает просто с молотка. Пофиг на фотографии. Кому они вообще нужны? О, молодая семейка приехала. Какие-то две женщины и какой-то лысый муль. Куда ты попёрся в мою... Эээ. Куда ты пошёл? Сиди тут. Я буду сам с женщинами разговаривать. Им обычно это легко внушать. Чё? Машинку хотите приобрести, девочки? Вы проходите. Смотрите. Биг сейл. Такой же биг, как и мой дик. Девочки. Давайте. Не стесняйтесь. Обнюхайте автомобиль. Вон он. Смотрите. Никаких следов сперма на сидении даже нету. Капот открывается. Хонда в ТЭК просто едет как надо. Понимаешь? 140 тысяч пробега. Это вам как с куста. Я вам говорю. 140 тысяч я мог ценник такой на неё поставить. Но для вас, как для своих, за двенашку отойдёт. Двери немножечко размятые. Это притёртости. На езду не влияют. Жизненные коцки. Она готова купить по текущей цене. Девочка с широкими плечами. Продать с молотка. Улетела. Счастливые покупатели. Ты больше сюда не заходи. Понял меня? Иди отсюда. Всё. Надо отправляться спать. Это был отличный день. Пора отдохнуть и подготовиться к завтрашнему. Пока что ваш дом это контейнерный домик. Чё? Ура. Мой спальный контейнер. Я буду спать. Ребята, как комфортно. Я заработал 9600 за сегодня. Ни хрена себе. А вы знаете, на что я буду сливать заработанные деньги? Пора развлекаться. У нас есть семнашка. Мы идём в ред бар. Мы идём развлекаться. Отлично. Чё тут у нас такое? Чё это такое? Чёрный рынок? От Блэкмэн? Что? Опа, планшет. Купить. Опа, кувалда. Купить. Эх, неплохо. Замотали автомобильчик в тек. Ценник в 10 раз поднял. Вот это я рожа перекупская. Роза крупская. Реально. Вот это я работаю. А на заднем дворе чё у нас тут? Опачки. Я не понял. Это чё за гамблёры? Погоди. А вот тебя я помню. Погодите. Это его брат-близнец. С девочками сейчас сыграем. Чё это за игра-то? Я даже не понимаю, что это за игра. По-моему, это Блэкджек. Шестнарь. Ещё. Я проиграл. О, нет. Когда проигрываешь, надо повышать ставку в два раза. Верный путь к нищете. Семнадцать. Чё выпадет у этого шныря? Хватит. Я пьяный. О, нет. Двадцать. Половину своей зарплаты вчерашней. Ещё. Пятна. Ещё. Да как? Чё-то мне не везёт. Последний раз, когда я играл в Нью-Вегасе... Мне везло, потому что у меня удача была прокачана. Вот. Вот сюда десять ещё, как по маслу. Да. У него сейчас десятка выпадет. Смотри. Смотри. Ну, конечно. На всю котлету сейчас играем. Если я выигрываю, то я просто топовый мальчик. А если я проиграю, у меня пятнадцать. Ещё. Два. Я сейчас выиграю. Хватит. Давай. Нет. Ну. У меня нет денег. Чё мне делать? Бродяга. Теперь мне надо работать, как и он. Подождите. Я не могу дать, но я могу забрать. Нет, не могу забрать. В смысле, а как я должен работать? Типа, перекупу нельзя работать никак, кроме как продавать машину или что? А есть кредит? Есть только один шанс мне вылезти из ямы. Это взять заёмные средства. Блин, кто-то мне ещё и банку кинул. Это, походу, гамблёры накидали. Так, надо закрыться скорее. Банк. Есть банк. У меня есть надежда. Пятёру могу дать. Взять. Е-бой. Е-бой. Мы при пятёре. И чё я могу на пятёру сделать? Сыграть ещё раз в бэкджек. Не, погоди. Сейчас на район съездим. Посмотрим. Так-то можно это, чисто как этот типичный просто заядлый лудоман просто приехать и ещё всрать пятёрку там. Есть какое-нибудь ведро у вас? Ого. Вот это чё такое мощное? Сколько? Год. 1903. Ну, походу, это реальный год, да? Во, вот это, по-моему, мой вариантик подъехал. Сколько? 2300. Вот это мой вариант. Е-бой. Это мой путь из нищеты. Заводи быстрее рожа перекупская. Поехали. Аккуратней на ухабах, парень. Офис Димы Перекупа не трени... Это, не трени... А, блядь, не терпит таких отлагательств. Выставляем. Стой. У меня же есть планшет. Можно фотокарточки даже сделать. Сейчас мы её сочные фотографии сделаем. Возле моего личного офиса. Дима Перекуп. Так. Хреновая фотография. Во. Вообще сочно. Смотрите. Дима Перекуп. Вообще нафотал. Ты посмотри. Ой-ё. Сейчас ещё выхлопная труба, как у бывшей. Эти фотографии мы сейчас выкладываем. Срочная продажа. А, и фотографии. Вот, возле офиса. Ой-ё, сочно. И вот эту морду я сюда выставлю сразу же. Глушитель, как у бывшей. Всё в наличии. Выставить на продажу. Придёт кто-нибудь? У нас уже ночь наступила. Я даже фотку Челика выложил. Если что, это он хозяин, а не я. По-моему, всем насрать на мой автомобиль. Клиенты в офисе. Так, здравствуйте, здравствуйте. Женщина. Сейчас, смотрите, как я её просто разогрею на плотную котлетку. Фиатик. Смотрите, цвет просто древесный жук. Интересует автомобильчик. Сейчас заведём. Подождите. Не могу даже сесть уже. Завести не могу, потому что ключики уже в вашем кармане. Знаете почему? Потому что вам нравится этот автомобиль. И вы его хотите приобрести. Это то, что вам нужно. Колёса, посмотрите. Шесть гаек. О, нет, ещё какие-то типы припёрлись. Мы сейчас будем с вами торговаться. Кто здесь будет ещё это? Смотрите, сейчас будем бои ещё устраивать за этот Фиат. Берёшь за одиннадцать кусков? Можете снизить цену до двушки? Пошла в очко. Ты кто такой? Ну-ка, показывай. Могу я договориться за 2900? Конечно же нет. Вы что, охренели с такими продажами? Это как на Авито что-нибудь выложишь, и там всегда на два косаря всё дешевле. Мне кажется, цена немного высокой. Можете снизить её. Так, пошли отсюда все. Вы меня оскорбляете такими ценниками дырявыми. Вон там какой-то тип титькасты идёт. Машина не продаётся уже. Сейчас я её помою. Погоди. Это нужно создать привлечение клиентов. Он такой пришёл посмотреть. А я ему такой говорю. А машинка-то не продаётся уже. И это побуждает в нём желание купить эту машинку. Вот это да. Уроки перекупства от Дмитрия. А мы сейчас вот тут к пацанчикам заедем. Красоту наведём. Давайте электрику воткнём. В смысле это? Автоэлектрику воткнём. Сейчас, смотрите. Фары. Ой-ё-ё. Ой-ё-ё. Просто жесть. Розовые фары установить за 80 рублей. Номера. Посмотрите, жёсткие просто. Сейчас на номерах вот так напишем. Установить. Ой-ё-ё. Это же просто, просто реальная жесть. Турбированный фиат. Чё вы хотели? Сейчас мы её ещё подкрасим. Правда, говорили, что машинка грязная. Ну давай это поверх грязи покрасим. Вообще покрасили. Ты посмотри на неё. Всё. Только у Димы перекупа. Такой автомобильчик. Это уже можно за двадцатку выставлять. И номер в подарок, кстати. Чё, девочки, готовы приобрести у меня эту машинку? За 3 900. Да вы охренели за такие цены? Чё ты тут смотри? Не поцарапай мне машинку. Опа. Вот эту вмятинку-то ты сделал. Тебе придётся купить этот автомобильчик. За трёху он. Пошёл отсюда. И больше не возвращайся. Понял? Я больше в неё вложил в эту машину. Мне хотя бы шесть надо, чтобы было тысяч. Вот, двадцать. Да какой 21-то? Как этим ботам фартит, блядь? Да в жизни не могло быть у него 21. Пиздец, я проиграл опять. 900 рублей. Нам нужно продать автомобиль срочно. За деньги, которые мне предлагают. Больше я тюнить не буду ничего. Блин, как же тяжело идут продажи. 3 700. Продано. Эх, мой кожаный диванчик. А где мои ассистентки? Ладно, придётся сегодня самому, как обычно. С рукой. Ты погасила свечи? Загадала желание, чтобы в этот вечер... О, пришёл на свидание. Ну, а этот вечер он провёл с рукой. Опачки, новые клиенты, которые хотят, чтобы я их облапошил. Ну, здравствуй, браток. Чё, готов купить машинку за восемь? Говорит, цена ему не нравится. Да вам всегда всё не нравится. Я возьму его по цене, о которой мы договорились. Он чё дурной? У него, походу, тоже шиза. Я ему за восьмёрку предложил. Он такой, эта цена мне не нравится. Нужно подумать. Я его возьму. Продать. Замотан автомобиль. Ещё один. Отлично. Ты, блядь, ещё мусор припёр сюда. Это был Димка Перекуп. Всё, ребята. Мы продали сегодня парочку автомобильчиков. Облапошили парочку клиентиков. Ну, как бы, в смысле облапошили. Все довольны. Всё нормально. Всё, ребята. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Заходите в Дискорд. Оставляйте комменты. Пишите, если надо будет ещё устроить перекупскую движуху. Всем пока.